наверное все таки по опыту немножко сим превосходит если по титулам наверно так скажем но посмотрим как сложится насчет скилл а это я не могу точно сказать поскольку команда симтика половина наверное из них это победители чемпионата мира то есть не как победителя они заняли а не призеры они заняли второе место в чемпионате мира это реально против сильнейших против сильнейших воевать это действительно показатели но тем временем команда симтик только что высадилась на топ крышу пытается сейчас захватить лифты с другой стороны забирает она небоскреб пытается встретить пехотинца на крыше минусу и сейчас верт но сразу симтики получили преимущество они раньше высадились на точку начали занимать ее а вот у них определенное преимущество уже было целая две точки уже не успели занять тикеты уже начинают стремительно падать в сторону симтиков и начинается немаловажная сейчас этап это поддерживание центрального флага что я могу сказать что наверное рубикона не в оптимальном составе в плане того что сейчас вертолетом макси блэк был он как бы не совсем штатный так скажем вертолетчик у рубикона вот поэтому вот в начальном этапе его выпилили соответственно преимущество было на станции синтиков на точке б доминатор пытается изменить ход событий пытался сейчас уничтожить вражеский вертолет но походу это не очень получается рубиконы попытались провести рывок на точку чарли воюют они сейчас с танком противника в танке у нас сидит Юсуп у нас сидит в танке косит пехоту рубиконов похоже хорошо справились справилась команда симтик захватили они сейчас три точки сделали фулл кап на третьей минуте на третьей минуте мне кажется зря сейчас рубиконы начали сразу штурмовать и точку b и точку c то есть они разделились надо было может быть как-то более активно на точку на пути c пойти на b вообще пока забить потому что там позиции были заняты уже синтиками они готовы встречали в принципе пальцев рубикона вот сейчас начинает точку b потихонечку перекапливаться посмотрим получится ли у них забрать поднялись рубиконы на топ крышу точки права но мистер мин уже встречает их на литлберде контролирует воздух уничтожил кажется он сейчас мины на топ крыши и в результате рубиконы потеряли всех игроков в центре карты и это по-моему придется опять что-то новое придумывать мне кажется что вообще когда вертолет у симтиков там на точке b туда очень тяжело подняться и закрепиться мне кажется на точку c штурмовать сейчас а на b вообще пока забить тем более симтики обрати внимание большими силами на крыше сейчас находится это им очень помогло ведь сейчас они с легкостью закон ради вертолет рубикона мистер мин до сих пор находится в воздухе он единолично сейчас расправился с вертолетом противника решили играть все же на удержание позиции симтики контролирует две точки вместо трех вот сейчас пошла пошла михать третья точка да сбер монстр решил сделать рывок подземелья так скажем отвлекающий маневр чтобы команда рубикон сконцентрировал свои силы на домашней точке и не смогла что-либо принять на других двух флагах философ сейчас пытается через лифт выбраться на топ крышу встречает его симтики со смава грубо очень встретили полностью минус нули всех пехотинцев и ситуация пока остается неизменной две точки за команды симтиком 243 на 80 теряясь рубикон и третью точку да сейчас вот макси блэк полетел через базу симтиков на точку ц наверно хочет туда задрогать пехоту попытаться но его уже встречает вертолет соответственно конечно я почему-то сильно уверен что мистер сейчас воюет именно с авиарадаром слабо на этой карте это очень очень важный компонент успеха в воздушной баталии теряют иконы даже танк кажется и остаются ни с чем ни с одним флагом последнего пехотинца убрали сейчас на чарли рубиконы просто в ужасном ужасном положении это никак иначе не описать да и не смогли на домашке нормально разрезаться их там встретили симтики очень очень так сказать быстро переключились на свою домашку да и зачистили ее полностью и дали забрать так сказать с рубиконом вертолет ни разу кстати у симтиков даже не умер по-моему да не умер термин абсолютно превосходит противника в воздухе очень точно стреляет кстати с 7.62 и пехот очень много пехотинцев он убил реметом но это ведь боёс необычный он если не ошибаюсь играл даже за сборную германии а сборная германия заняла первое место на чемпионате мира в этом пилду очень опытный пилот уже не один год участвующий летает кстати один без пачки спокойно справляется с чем задача если есть возможность карту они уже не знаю кто-либо вперёк это уже седьмой сезон 240 тикетов сейчас проигрывает команда рубикон симтиком и после первой сезон я напоминаю что очень жаркий бой именно на этой карте можно было наблюдать против команды ебаш против команды альянс они очень быстро и качественно передвигались с точки на точку максимально эффективно воевали и захватывали флаги мы очень советуем посмотреть этот матч потому что именно там наблюдалась самая невероятная битва наверное за начало этого сезона но теперь можно заметить что сейчас очень быстро опять вертолёт первый симтик был на точке вот попали ракеты с дисейбли вертолёт рубиконов и соответственно ту же точку бой заняли невероятная высота сейчас действовать симтики решили сейчас рубикона сделать не необычный вот они отправляют танк во главе с дом не торм дом не торм уже прости меня если не правильно выговаривать вы ник дом не торм да все правильно дом не торм хорошо значит входит дом не торм пытается сейчас между двумя покатинцами прорашить домашнюю точку врага встречает их там танк нюсук решил его втором раунде набить немножко фрагов уверенно контролирует симтики подход к домашнему флагу ну в принципе правильно они поменяли тактику и не стали точку боя пытаться быстрее занять они переключили свое внимание и расследователь вдоль домашки симтиков да чтобы была возможность там хотя бы как-то воевать да именно за америка за китайскую сейчас сторону играют рубиконы именно за эту сторону очень легко как бы воевать на две домашки поскольку два домашних флага они как бы находятся внутри здания один подземелья другой именно самому станет и подходов как бы много и сверху и снизу и сбоку как бы многоуровневые флаги и захватить их и оборонять тоже довольно легко симтики без какого-либо сопротивления сейчас забирают третий флаг какой-то джигу сейчас наблюдается втором раунде да третья минута симтики делают фулкап в очередной раз да сейчас на домашке у рубикона в принципе один танк остался а он с пулеметчиком но все равно вот и соответственно двое симтиков они просто заблочили флаг и просто сидят и дают возможность перекапливать рубиконом свою дамашку не пытаются не пытаются сейчас танку в голове с домом не даром активно атаковать один он ничего сделать не может а и монетове не помогает все рубиконы сейчас сосредоточились на домашнем флаге противника они они сидят толпой и пытаются удержать подходы со всех сторон но тут мистер мин и юсук просто контролирует ситуацию на небоскроп сейчас делает птицы некоторых волков это так понимать что просто отвлекающий маневр чтобы немножко силы оттянуть вот начинается сейчас переходный момент рубиконы попытались вернуть домашний флаг но пикотинцы симтиков надежно усели на втором этаже бутиках и просто встречают пары выстрелов не могут их выбить со второго этажа вот они грамотно занялись против друга позицию и не дают пехоте им точку пережать Питер Динклович единственный кто остался из симтиков все подходит к нему еще один шварник тазбер монстр предприняли они попытки уничтожить вражеский танк но похоже танк не такой уже легкий как они думали и нет все таки уничтожают они танк и пытаются пехотинцы рубик рубиконов вернуть чарли прилетает на подмогу мистер мин видимо услышал он зол своих напарников и о команде и вторая точка сейчас может спокойно перейти в руки рубиконов и тикеты начнут капать уже в сторону российской команды да сейчас жаркий бой на домашке рубиконов идет но он уже подходит к концу вертолет еще приблигает рубиконов и пехоты единолично он сейчас уничтожил три или четыре пехотинца вообще без сопротивления какого-либо очень точно стреляет с вертолета прям буквально за несколько секунд выкашивает пехоту пехотинца убивает с полными хп еще одного минус пять делает мистер мин возвращается он сейчас на домашний флаг видимо там необходимо сейчас в помощь танкисту Юсоку а точка С опять возвращается под которую симов и опять рубиконы вынуждены с домашки начинать пытаться занимать свою домашку да если не ошибаюсь они даже не пытались в этом раунде как-либо действовать на центральном флаге это небоскребе единственный кто тут остался иц вирус и он спокойно вместе с мином сейчас не выпускает вертолет даже за ближайший небоскреб через реку да видно что тактику у них на точке проработана то есть явно каждый знает свою позицию каждый знает как правильно действовать великолепно очень экономно действует и да не заскудят бойцов то есть на крыль на точке б у них в итоге один был боец по большому счету он просто контролировал с крыши вот и все а остальные бойцы все работали на домашках и последняя идея сделал очень критическое сейчас попадание вот танк он попал в зад и в итоге минус ну 50% брони и похоже это был просто отвлекающий маневр нет еще петер динклэйдж прыгнул только что с небоскреба и то ли он пытается сейчас дать респаун своим бойцам просто выжидая момента то ли так все временем заехал внутрь вниз помогает защищать точку очень эффективно кстати невероятно неудобная камера здесь не проходит она через стекло да тут только от первого лица смотреть можно к сожалению карта не способствует тому чтобы проделывать такие пульпиды не только эта карта да и вообще да не очень неудачная система придумали дайсы один флаг у робикона 201 против 57 тикетов второй раунд похоже повторяется но уже с более меньшим отрывом похоже робиконы решили провести правки и они начинают работать да они сделали выводы на основании первого раунда в чем их была ошибка вот и в этом раунде они немножко лучше сыграли то есть тикетов больше забрали у противника вот соответственно даже мистера мины убили один раз да действительно мистер амина убили целый один раз да ну правда он убил больше противника по моему прошлом раунде у него было 12 или что-то вроде 11 11 в этом уже 17 так как раунд дольше продолжает соответственно есть больше возможностей философ философ больше фрагов философ сейчас катается что-либо против танка но философ там же просто это невозможно потому что когда вы находитесь под мостом танк с легкостью может сделать просто хэдшот в одной пуля и вас минус вас нету 199 тикетов после второго раунда и плюс судья к это